В этом году конкурс посвятили 80-летию со дня образования Краснодарского края и 225-летию высадки казаков на Кубань. От участников требовалась серьезная подготовка. На первом этапе им предстояло пройти на время военизированную полосу. Второй этап творческий, но при этом не менее зрелищный. Большой интерес у зрителей вызвал конкурс ситуации. Участникам задавался определенный момент из армейских будней, который им нужно было обыграть. Молодые люди проявили находчивость и остроумие, с юмором подойдя к выполнению заданий. Ну что, товарищ боец, давай, видишь, все уже погрузились, все уже вон в воде, твоя очередь вперед. Секунду еще, пожалуйста. Мам, мам, помнишь, в восьмом классе ты мне купила желе от плавочек, такой желтенький, да? Привези его, пожалуйста. Это не спортивный патриотический конкурс, это больше патриотический, где молодежь может сплотиться, а те наставники жюри, которые будут, своим каким-то опытом и напутственным словом просто могут пробудить в сегодняшнее нелегкое время какой-то долю патриотизма. Олег Баранов занял второе место в военно-спортивном этапе, но блестяще показал себя в творческом конкурсе. Правильно ответил и на вопросы тематической викторины. В итоге титул «Призывник-2017» достался ему. Год назад Олег узнал о созыве юнормии и, не задумываясь, решил вступить в ее ряды. Признается, на протяжении всего конкурса его активно поддерживали друзья и одноклассники. Это придавало сил. Многое значит на самом деле. Победа в личном зачете на таком мероприятии, она всегда многое значит. Я буду продолжать в таком русле работать и учиться, потому что я иду в Министерство внутренних дел Российской Федерации. В этом году в социальной сети запустили онлайн-голосование. Впервые был разыгран приз зрительских симпатий. Лучшим призывникам вручили военно-тактические рюкзаки и спальные мешки. По окончанию конкурса на галоконцерте для участников и зрителей выступили лучшие творческие коллективы Анапы.